Привет всем, и да, мы продолжаем выживать в мире мистера Препера, и в прошлый раз мы сделали свои первые шаги, немного отстроились, поэтому я предлагаю посмотреть, какие приключения нас будут ждать на этот раз. Так, ну давай тогда мы сразу спустимся вниз, если, конечно, я не забыл про свой светильник, нет, не забыл. А, лестница, конечно же, лестница, и нам нужно разобрать материалы, чтобы, в общем-то, сейчас, где у нас тут наш выживальщик? Так, давай тогда мы что-нибудь разберем, так, что у нас тут имеется? Ну, можно было бы три вот этих контейнера разобрать, в принципе, для начала, я думаю, очень даже неплохо, отлично. Так, ну и, соответственно, вот у нас есть грядочки, у нас тут еще есть какой-то контейнер, давай тогда мы попробуем собрать нашу лесенку. Можно было бы койку сделать нам прямо внизу, где-то в подвале. Так, неплохо. Газолин, ойл. Пока что нам это, видимо, не нужно. И смотри, тут, в принципе, металл у нас был. Оказывается, довольно много контейнеров всяких разных, которых я не сразу, на самом деле, увидел. А, ну, да. Что у нас здесь? Так, морковка, ты ж черт тебя дери. Так. Ладно, немножко покушаем. Она уже начала просто портиться. Ну и, конечно же, нам нужна лестница. Она, наверное, будет прямо вот тут, под низом. Так. Неплохо. Ну и, конечно же, да будет свет. Да будет свет. Так. А вот у нас, получается, первая грядочка идет. Такая вот симпатичная. Так, а вот у нас тут вторая. Прям какой-то симулятор фермера, ты посмотри. Третья. Так. Четвертая. И на пятую, конечно, мне тут немного не хватает места. Ну, давай, может быть, мы... Эх ты. Может, левее сделать как-то нам лесенку тогда. Хотя она вроде бы и так слева находится. Но... Давай все же тогда вот тут сделаем ее. Где-то, где-то, наверное, вот тут даже. Потому что, я думаю, на нас будут еще какие-то грядки. Так. Ну и, конечно же, нам нужно что-то посадить. Не знаю, хватает ли там света, полив и все в этом духе, как там все это будет устроено. Но, в любом случае, водичка у нас есть. Поэтому, я думаю, все в наших силах. Так. Так, плита. Забросить немного сырых ингредиентов и прибавить жару. И вуаля, еда. Приготовленная еда намного питательней. Так. Ух ты, ты посмотри, сколько всего, оказывается, у нас-то было. Морковный суп, овощной супчик. И как он вкусненько выглядит. Свекольный. Бигас. Сытное ароматное рагу из капусты и мяса. Рецепт бабушки Марианы. Блин, я бы сам такое покушал. Жареная индейка. Жареное змеиное мясо. Жареная крыса. Фу. Жареная кабанина. Жареная оленина. Черничный смузи. Концентрированный вкус леса. Беспроигрышный вариант. Так. Ну, ладно. Давай мы, наверное, попробуем все же тогда найти семена. Они где-то у нас должны тут находиться. Да, вот смотри. Морковные, капустные. Давай тогда мы все это заберем. Так, и что у нас тут? Это у нас пустой. А, ну вот. Свекольные и морковные. Ну, давай, наверное, свекольные соберем. И, в принципе, этого нам пока что хватит. Попробуем все это дело посадить. Так. Ну-ка. Посадить. Быстрая посадка. Так. Ну, в общем, смотри. У нас имеется капустные, свекольные и морковные семена. Давай, наверное, у нас тут будет... Оп. Посадить. Сюда тоже нам нужно что-то посадить. Это у нас, скорее всего, будет еще одна морковная. А здесь у нас уже будет две капустных. Две капустных. Почему бы и нет? Только нужно не забыть, что тут справа у меня тоже что-то есть. Так что... Было бы, наверное, неплохо поставить туда какой-нибудь, я не знаю, светильник. Наверное. Так. И, конечно же, это нужно полить. Так. Полили. Очаровательно. Давай тогда мы светильник... Ой. Ой. Так. Ну, синий цвет мне, конечно, нравится больше. А... Так, тихо. А мы только так можем с ним взаимодействовать, да? Осмотреть, взять. Давай мы его тогда куда-нибудь, куда-нибудь... Вот сюда, наверное, даже поставим. Вот так вот. Вот. Ну, правая часть все равно не засвечивается. Поэтому нам в любом случае, видимо, придется сделать еще один светильник. Давай тогда между вот этими грядками сделаем. Где-то, наверное, вот тут. Вот так вот даже. Вот. И попробуем сменить цвет на такой вот синенький. Блин, как же у нас тут все красиво теперь будет выглядеть. Смотри. И давай тогда... Да, нам нужен светильник. Так, конечно, выносливости у нас вообще не к черту. Я не знаю, как он делает энергетики и можно ли их делать. Но было бы крайне неплохо запастись еще. Так. Ну да, смотри. Тут какие-то семена или что это. Вроде бы из каких-то семян весит энергетик делается у нас. Ладно. Давай тогда мы попробуем создать все же светильник. Какой-никакой. И, наверное, нам понадобится простая ловушка. Хотя бы несколько каких-то ловушечек самых таких простецких. Учитывая количество оленей, лес у нас особо не пострадает. Так. Ну и, конечно же, где у нас тут настенная полка? Вообще контролировать популяцию оленей должны хищники. Ну, по логике вещей. Видимо, волков там совсем мало или их отстреливают как-то. Так. Ну и вот. Настенная лампа. Давай мы попробуем собрать немного посуды. Потом ее разберем. И сделаем из всего этого дела какие-то светильники. Светильников, как выяснилось, нам нужно много. Чтобы осветить нашу плантацию. Так. Ну и давай создавать тогда. Нам нужна еще одна грядка. Конечно же. Ну и не без светильников. Куда ж без них? Где они у нас тут? Так. Полка. Нет, нет, нет. А, ну вот. Настенная лампа. То есть нужно сначала нам разобрать вот эту всю посуду. Вот она. Давай тогда ее разберем. Как же, елки-палки, она долго разбирается. Так. Ну ладно. Зато это сразу все четыре тарелочки у нас разберутся. И затем мы можем создать нашу настенную лампу. Давай тогда попробуем это сделать. Так. Ух, ты же ел и пала. Давай тогда в постельку вздремнусь. Ну и конечно же было бы неплохо нам отзавестись какой-никакой водой. Так. Нет. Все же, давай, наверное, сейчас мы встанем. Попробуем получить водичку. Так. Смотри, у нас уже сколько этих канистр. Ну и конечно же обратно сажать свои растения. Так. Такой вот у нас получается довольно милый симулятор фермера. Попробуем сделать все это ровненько, красиво. Вот у нас уже начали тут отдавать плоды. Какие-то культуры. Мы сейчас попробуем сменить цвет. Вот у нас красивая такая получилась грядочка. Давай тогда попробуем сделать все это рядышком. Так. Где у нас тут? Где у нас наша грядочка? Вот она. Ну, смотри. В принципе, она тут вполне себе влезет. Наверное, даже я попробую... Ну-ка. И как мы теперь заберемся обратно? Ну, вот. У нас, в принципе, получается как-то так. Смотри-ка. Ой, низкий уровень живучести. Так, видимо, наш персонаж совсем голодный. Давай мы попробуем посадить вот это вот, что у нас, редис. Так, это я все понял. Давай тогда мы попробуем полить наше растение. Итак, источник пищи есть. Надо свериться с планом. Ну, давай попробуем свериться. Так. Слушай, а может быть тогда нам подвинуть как-то? Ну, нашу лестницу, чтобы она была прямо... Погоди-ка. Ну-ка, взять. Отлично. Там что-то мешает. А, ковер, конечно же. Тут вредный, противный ковер. Давай тогда мы вот тут нашу лестницу сделаем. Так. И попробуем это все дело накрыть. Чтобы нас, в общем-то, это никак не выдавало. Низкий уровень живучести. Нет, давай сначала все-таки сверимся с планом, что там вообще есть. Можно было бы попробовать взаимодействовать с компьютером, но, видимо, ему прям его заблокировали-заблокировали. Ни в Тетрис тебе поиграть, ни в сапера. Зачем вообще компьютер? Давай его попробуем разобрать. Или он нам потом понадобится. Ну-ка. Как мне сбежать? На машине? На самолете? На ракете? Не, вред какой-то. Придумать план. Беги, выживальщик, беги! Вдохновение! Ну, видимо, пока что мы не можем спланировать наш план. А нужно еще подумать над планом. Как мне сбежать? Нужно вдохновение. Вам нужно поспать. Так, ну да, нам все-таки нужно поспать. Как видишь, он у нас совсем не сова. Поэтому... Да, придется нам как-то вздремнуть. Я бы, может быть, этот комод поставил левее. Чтобы у нас было как-то все красивенько. Но пока что, в принципе, наверное, меня все устраивает. Смотри, тут у нас и свет. Свет у нас тут имеется. Слушай, мне кажется, надо поближе эти лампы сделать. Так, привет! А что ты там хочешь мне сказать? Вам письмо! Ну, давай тогда посмотрим, что там. Что там такое у нас. Так, погоди-ка. О! Фотография ракеты. Протокол инспекции. И письмо Минитмена. Письмо от незнакомца, который называет себя Минитменом. Ой, ты ж, елки-палки, я сейчас отрублюсь! Так, срочно спатеньки! Ну-ка, 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 давай ложись! Ну вот, успели. То он уже еще чуть-чуть и вырубился бы. Ну и вот, у нас уже четвертый день. И, соответственно, как видишь... Сейчас. Уже четвертый день. Неплохо, наверное, держимся. Хотя мы так и не помогли той травнице. Возможно, ее уже съел тот волк. Ох, а я тут только... Как-то занялся своей грядкой. К счастью или к сожалению. Так, и у нас нету совсем здоровья! Я умираю! Так, нет-нет-нет, я не хочу умирать! Я хочу съесть супчик. Так. Ну и, в принципе, у нас есть ловушки. Сейчас мы сделаем себе светильник. И, знаешь, у нас пока все очень даже хорошо, я бы сказал. Вот, мы сейчас сделаем светильник. Еще один. Так, нам пока... Сейчас мы возьмем водички. Ну-ка. А, не готова еще у нас водичка. Так, в смысле не можешь попасть? А, ну, конечно же! Нужно накрыть все это дело. То есть, снять. Вот. Отлично. Слушай, я бы картину передвинул. Мне кажется, она там вообще не к месту. Можно было бы как-то ее правее сделать. Было бы куда симпатичней. Так, ну и да. Конечно же, наши грядочки. Куда же без них? Давай, наверное, вот тут ее поставим. Вот. Между, получается, двумя грядками у нас будет. Вот тут прямо. И, наверное, здесь мы тоже как-то все это дело переставим. Так. Ну, вроде бы довольно много света получается. Я бы сказал, даже больше, чем надо. Но... Слушай. Бесплатный источник пищи. Сможем когда-нибудь приготовить себе какой-нибудь супец. Что, в принципе, неплохо. Так, давай тогда сменим цвет. Так. Хотя, знаешь, красный, мне кажется, даже интереснее выглядит. О, желтый еще есть. Так, ну пускай будет красный. Хотя, а давай сделаем разный. Почему бы и нет? Можно было бы даже попробовать сделать поближе. Прямо где-то вот тут нам. Ну, вроде бы все освещается. Ну-ка. Смени цвет. Вот. Смотри, вроде неплохо. То есть у нас они теперь светят разными цветами. Так вот. Довольно симпатично, я бы сказал. Правда, непонятно, достает ли это до этой грядочки у нас. Мне подсказывают, что надо поближе поставить. Давай, наверное, все же как-то передвинем. То есть... А, ну вот, смотри, шкала света. То есть какие-то у нас меньше, какие-то больше получают света. И нужно как-то от этого уже отталкиваться, видимо. Так, сменить цвет. Вот. Синий, красно-желтый. Ну и давай тогда мы попробуем... Что это? Фотография ракета. Угу. В принципе, как не смешно, а это все-таки может сработать. Мне правда так кажется. Но сначала нужно придумать план. То есть ты имеешь в виду, ты хочешь создать... Я извиняюсь, ракету, до которой ты полетишь? О, господи. За кого я играю? Ладно. Кажется, меня подводит моя живучесть. Давай, может быть, мы что-то попробуем создать. Смотри, у нас есть тут разные рецепты. Но для овощного супа мне, конечно, не хватает тут некоторых других овощей. А для морковного... Да, не хватает моркови. Для свекольного не хватает, видимо, свеклы. Ну-ка. Нет, свеклы как раз-таки-то хватает. Так что можно было бы попробовать выпить энергетик. И приготовить наш свекольный суп. Где он тут? Водичка, правда, нам нужна. Да елки-палки, не готово. Так. А где мне достать воду тогда? То есть вода у нас только тут добывается. Может быть, нам какой-то колодец сделать? В принципе, было бы неплохо собрать колодец. Так. Грядка, верстак. Или, знаешь, какая-нибудь... Не знаю, там... Сборщик воды. Да, обычная пустая канистра, в которую бы дождевая вода попадала, потом бы мы это все дело кипятили и как-то с этим работали. Ну да ладно. У нас когда-то... То есть в ближайшее время будет инспекция, судя по всему. Стандартное домашнее оборудование. А-а-а! То есть нам вот... Нужны вот это вот все... Вот эти вот предметы, чтобы наш дом казался им обычным нормальным домиком. То есть именно затем нам и нужно создавать всякие комоды, какие-то вот... Видишь, тут нужна любая книга. Восемь штук. Так. Сколько это у нас стопка книг? А-а-а! Нужно пять стопок! Аж пять стопок. Ёлки-палки. Так. Ладно. То есть... Раз, два, три, четыре, пять. Пять стопок. Ну и, соответственно, книги. Можно было бы как-то их раскидать. Но, судя по всему, понадобится еще один такой вот комодец. Вроде бы у нас он где-то был, или я его уже разобрал. Эх ты, видимо, разобрал. Ладно, что это за минитмен такой. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Вы очень интересный человек, мистер выживальщик. В наши дни таких днем с огнем не сыскать. Знаю, что ваше небольшое путешествие обернулось неудачей. Очень жаль. Но, если позволите, мне бы хотелось посоветовать вам играть по-крупному. Не ограничивайтесь землей. Прилагаю к письму кое-что полезное. Я уже попробовал. На первый взгляд может показаться безумием. Но я знаю, что вы выживальщик. И справитесь. Не беспокойтесь. Я сохраню ваш секрет. Я вам еще напишу. Искренне. Ваш минитмен. В смысле... А, ракета! Понятно. То есть это он мне прислал ракету. И он, видимо, ее попробовал. Интересно. Я не знаю этого парня, но вдруг он пригодится. Может, у него есть другие любопытные вещи. И он захочет поторговать. Ну, вполне возможно. Кажется, меня подводит живучесть. Так. А мне кажется, тебя подводит твоя раковина. Потому что нам нечего пить. Нечего есть. И, в общем, все у нас грустно. Хотя, в скором времени у нас появится возможность собрать водичку. И мы можем сделать свекольный супчик. Так. Но у нас есть также еще один суп. Который мы можем вот скушать. Выпить энергетик. И, в общем-то, посмотреть, что у нас там внизу. Запасы воды у нас пока вполне себе нормальные, я бы сказал. Свет на растения наши попадает. И я не знаю, конечно. Возможно, от самого цвета лампы зависит то, сколько света у нас получает то или иное растение. Давай, кстати, попробуем. Может быть, действительно от цвета лампы зависит яркость. Ну, в смысле, не яркость, а, в общем, успешность фотосинтеза. Сейчас попробуем. Ну-ка. Нет. По растению, судя по всему, совсем пофиг. Ну, вот. Ладно. Пускай тогда у нас желто-красно-желтый будет. И, в принципе, что у нас тут? Ну, да, нам нужно тогда обустраивать свой дом. Передвигать сопки книг. Суть по всему. Моя живучесть на нуле. А как тебе ее восстановить? Хорошее состояние. Вы плотно поели и хорошо отдохнули. Живучесть не снижается. Вы можете работать быстрее. Ну, хорошо. Давай тогда мы вот сюда поставим эту стопку книг. Я бы сказал, что она огромная, но все же. Так. Смотри, у нас тут получается вполне симпатичный такой книжный шкафчик. Так. Но все же нам не хватает наших стопочек. Поэтому придется, видимо, нам создать их. Так. Вот, смотри. То есть, вот у нас тут разные-разные книги. Так. Раз. Нам нужно восемь книг. Давай попробуем создать тогда шесть-семь. Ой, подожди. Слишком много. Ну, мы прервем. На девяносто процентах. Оп. Вот. Восемь штук. И, соответственно, нам нужна еще какая-то стопочка книг. Так. А стопка книг делается из различных книг. То есть, нужно по-разному... Разный цвет сделать. И вот у нас получится вот такая вот стопочка. Аккуратненькая. Так, ну... Давай, может быть, тогда попробуем вот эту собрать. Вот эту вот собрать. Вот эту вот. Так. И вот эту. Жалко, конечно, что сразу мы не можем сделать стопку книг. Ну, без вот этого вот создавания различных цветов и прочего. Но, все же... Смотри. Нам нужно поддерживать вид своего жилища. Иначе мы становимся подозрительным. И... Да. Это плохо. Это очень плохо. Да. И мы можем сделать свекольный супчик. Давай его тогда сварим. Вот он у нас. Хорошего качества. Давай его положим в холодильничек. И... Да. У нас персонаж уже нормально поработал. Устал. Так что можно отправляться спать. А там, глядишь, мы попробуем сделать что-то еще. В целом... Подожди-ка. Может быть, нам как раз-таки выносливости хватит для того, чтобы поставить вот эту стопочку. Так. И, наверное, еще даже парочка каких-то книг туда поместится. Раз. Два. Отлично. Суть по всему, диван нам тоже нужен был. Зря мы от него отказывались. Но, ладно. Так. Подожди-ка. Давай-ка возьмем вот эту книгу. И отправимся уже спать. Ну, пока что, знаете, в целом я думал, что это клон The War of Mine. Но получается довольно неплохо. То есть... Тут интересная такая грань между выживанием, созданием предметов и вот этой вот конспирацией. Что... Ну, пока что довольно любопытно. Я не знаю, насколько это все реиграбельно. И годится ли игра под большое количество прохождений. Но, в целом, тут довольно много всяких разных достижений. Что, в принципе, возможно, дает какую-то мотивацию перепроходить ее. Ну, а пока что, думаю, у нас получилось для начала очень даже неплохо. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, то обязательно пишите в комментариях. Ну, и, конечно же, пишите, какие игры хотели бы видеть чаще. А на этом, пожалуй, все. Пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.